МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К 20 годам правления Путин, начав полномасштабную войну против Украины, в одночасье запустил новую холодную войну России с западными странами и, по сути, развернул страну к тенденциям советского тоталитарного режима. 35 лет назад Россия уже переживала Горбачевскую перестройку. Тогда этот процесс закончился развалом Советского Союза. Нынешняя путинская перестройка направлена в совершенно противоположном направлении, но в конечном итоге может иметь те же последствия, что и 30 лет назад. В середине 1960-х годов Советский Союз приступил к освоению нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. И уже к середине 1980-х здесь добывалось более половины нефти и газа в стране, а Советский Союз стал одним из мировых энергетических лидеров. И правительство выделяет большое внимание развитию Сибири и Дальнего Востока. Это объясняется прежде всего той ролью, которую играют эти регионы уже сегодня. И чем дальше, тем больше будут играть судьба нашего государства. Открытие богатейших месторождений энергоресурсов предвещало стране светлое будущее. Но через два десятилетия Советский Союз потряс мир не уровнем жизни и развитием, а катастрофой. Почему нефть не смогла удержать Советский Союз от развала? И сможет ли путинский режим избежать роковой судьбы предшественников? В 1973 году арабские страны в знак протеста против арабо-израильской войны решают сократить поставки нефти в Западную Европу и США из-за их поддержки Израиля. Звездный час советской нефти настал в этом же 1973 году, когда в мире начался энергетический кризис. Западу нужно было срочно искать замену, так как Ближний Восток обеспечивал до 70% ресурсных потребностей. В результате вектор поиска энергоресурсов сместился в сторону СССР. Советский Союз выступил в определенном даже, знаете, ракурсе, такой палочкой-выручалочкой. Он мог предложить достаточно дешевую нефть, достаточно качественную нефть, и которую он мог доставлять, ну, по сути, в неограниченных на той момент количествах. Почему? Поскольку командно-административная экономика, она позволяла сосредоточить, например, ресурсы страны на решении какой-то там одной задачи. И такой задачей в 70-е годы стала транспортировка этой нефти. построение этих нефтепроводов и ее продажа, в том числе странам, которые, ну, идеологически были противниками Советского Союза, но при этом достаточно просто платили вот эти нефтедоллары за те услуги, которые Советский Союз оказывал. Объемы нефтяного экспорта взлетели до небывалых высот. Согласно данным Центрального статистического управления, в 1970 году экспортировано около 96 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Десять лет спустя цифра приблизилась к 160 миллионам тонн. И все это на фоне стремительно растущих цен на нефть. Начался нефтяной бум. Объемы валютных поступлений в СССР от нефтяного экспорта поразительны. Если в 1970 году выручка СССР составляла около 1 миллиарда долларов, то к 1980 году возросла до почти 16 миллиардов. Это был новый фактор развития страны. Исчезла необходимость вкладывать средства в инновации, в развитие каких-то новых секторов промышленности, вообще модернизации той экономики, которая на тот момент была в Советском Союзе. Нефтедоллары давали тот минимум, с помощью которого можно было, во-первых, поддерживать военно-промышленный комплекс на достаточно высоком уровне, то есть продолжать соревнования с НАТО, вообще странами Запада, вот в этом противостоянии военно-политическом. И, с другой стороны, эти деньги позволяли в определенной мере поддерживать минимальный уровень жизни во времена так называемого застоя. Отныне острейшие экономические и социальные проблемы решались не за счет повышения эффективности хозяйственной системы, а за счет растущих доходов от экспорта нефти и газа. В конце 70-х – начале 80-х годов партийное руководство страны уже сформировало прямую связь нефтедолларов и обеспечение населения продовольствием и товарами народного потребления. На фоне колоссальных доходов руководство страны решает, что вместо развития своей промышленности и сельского хозяйства выгоднее попросту закупать импортные товары. В результате СССР стал крупнейшим импортером продовольствия в мире. К началу 1980-х годов превышение импорта над экспортом составило более 15 миллиардов долларов. Новозеландское мясо оказалось дешевле, чем отечественное. А закупки зерна к 1984 году достигли 46 миллионов тонн по сравнению с 2,2 миллиона в 1970-м. При такой модели для развития экономики уже попросту не было никаких стимулов и стагнационные тенденции лишь усугубились. Когда Европа и США закладывали основы постиндустриального общества, в котором снижалась роль сырья и ресурсов, в СССР сформировалась односторонняя ориентация на углеводородный сектор и росла зависимость страны от энергоресурсов и мировой конъюнктуры цен. Результат такой зависимости остро проявил себя уже к середине 80-х. Акцент исключительно на торговле ресурсами привел к тому, что когда появились конкуренты, которые предложили более качественную нефть, более дешевую нефть, ну и делали многие это в том числе по политическим мотивам, экономика оказалась абсолютно неконкурентоспособной. И заместить те деньги, которые получали изне, просто уже не получалось. Почему? Потому что они были бездумно растрачены на какие-то проекты, которые не привели к реальной модернизации экономики, а взять их в условиях уже кризиса было по сути негде. Запоздалые попытки первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева ввести рыночные изменения в структуру советской экономики упёрлись в рамки социалистической системы. Реальный рынок так и не заработал. А жизнь экономики социализма заканчивалась. Неудержимо рос внешний долг, товары исчезали с прилавков, накапливалась инфляция. Обвал цен на нефть до 10 долларов за баррель в 1986 окончательно подкосил экономику Советского Союза, погрузив страну в кризис, из которого уже не было выхода. Советский Союз пытался модернизироваться, кстати, в гораздо более лучших внешнеполитических условиях, поскольку страны того же Запада на тот момент пытались даже предоставить какую-то помощь СССР, и финансовую, и материально-техническую, и у них не было, знаете, такой прямой атаки непосредственно на устои Советского Союза. Они приветствовали процессы какие-то демократизации и так далее. Но, как видим, этих реформ оказалось недостаточно, поскольку кризис был всеобъемлющий, и те методы, которыми пытались эти проблемы решить, они не подходили конкретно к тому историческому моменту. Нынешняя Россия, как преемница Советского Союза, унаследовала и нефтегазовую зависимость. С 2000 года на протяжении многих лет сырьевая экономика обеспечивала огромные поступления в российский бюджет. Фактически с первого президентского срока Путина цены на энергоресурсы стремительно повышались из года в год, и только аннексия Крыма смогла приостановить этот рост. Очевидно, что Кремль даже не пытался уходить от сырьевой зависимости и развивать промышленность. Наоборот, богатство от продажи углеводородов в Кремле решили конвертировать в геополитические амбиции. И, судя по всему, именно нефть в очередной раз подпишет новому диктаторскому режиму в России смертный приговор. Российская Федерация на сегодняшний день находится достаточно близко к подобной ситуации, поскольку они около 20 лет зарабатывали в основном на вот таких вот ресурсах. Соответственно, их экономика вообще в целом очень сильно зависима от этих нефтегазовых долларов или евро, которые они там получали раньше со стран Европы, например. И понятно, что они деньги даже в модернизацию этой отрасли не вкладывали. И поэтому перед ними сейчас все более жестким встает вопрос о том, как выходить из этой сложившейся ситуации, особенно на фоне этих всех санкций. Ну и реально, знаете, такого объективного падения спроса на ту продукцию, которую они предлагали. Первой половине 2022 года по разным оценкам на долю энергоносителей пришлось 42% всех поступлений от экспорта. Доля нефтегазовой прибыли в общем объеме доходов бюджета выросла до 45,5%. Европа, как и в поздние советские времена, крупнейший рынок сбыта для России. Более половины российского экспорта нефти и почти три четверти экспорта газа приходится на этот регион. В июне этого года европейские лидеры, стремясь лишить финансирование российскую армию за счет нефтедолларов, утвердили шестой пакет экономических санкций. В прошлом году российский газ составлял 40% нашего импортного газа. Сегодня он снизился до 9%. Но мы также видим, что Россия продолжает активно манипулировать нашим энергетическим рынком. Я имею в виду, что они предпочитают сжигать газ, а не отправлять его в Европу по существующим контрактам. Так что этот рынок больше не работает. В частности, ЕС решил запретить закупку, импорт или перевозку сырой нефти и нефтепродуктов из России в ЕС. Решением предусматривается отказ от российской нефти в течение следующих шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов. Мы в ЕС уже решили прекратить импорт нефти в рамках шестого пакета санкций. И мы не хотим, чтобы Россия продолжала получать прибыль от этих продаж. Мы хотим ограничить доходы Путина, чтобы закрыть основной источник финансирования этой агрессивной войны. В декабре Евросоюз, Швейцария и Великобритания не только запретят своим заводам и трейдерам покупать российскую нефть, но и введут запрет на страхование, финансирование и фрахт транспортирующих судов. Поэтому России придется искать не только новых покупателей, но и строить с нуля альтернативные цепочки поставок на мировой рынок. Лимитирование цен на наши, скажем, энергоносители, кто-то там принимает какие-то решения, абсолютно тупое решение, если кто-то попытается его реализовать, ни к чему хорошему для тех, кто принимает это решение, не приведет. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономически. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни общий мазут, ничего не будем поставлять. Можно действительно сжижать этот газ и направлять его газовозами на какие-то другие рынки, например, на рынки той же самой Юго-Восточной Азии. Но для этого необходимо иметь, первое, технологии круптотоннажного сжижения природного газа, и второе, нужно иметь газовозы, то есть специализированные суда, которые позволяют транспортировать природный газ в жидком состоянии. Есть ли у Российской Федерации эти технологии? Нет. Технологии круптотоннажного сжижения нет. Газовозов нет. Так что же и куда переориентировать? Также страны Большой Семерки договорились ввести ограничение цен для сырой нефти из РФ с 5 декабря 2022 года, а для нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года. Покупатели нефти, которые в совокупности составляют около 80% мирового ВВП, будут обязаны покупать российскую нефть по заранее определенной цене. А страховые и логистические компании, которые контролируют более половины мирового рынка перевозок нефти по морю, откажутся страховать и перевозить нефть, цена которой будет выше той, что определена странами Большой Семерки. Грядет большой передел рынка, он уже происходит. Но передел в каком плане? В контексте вытеснения именно Российской Федерации. Поэтому я думаю, что в течение где-то полугода, максимум года они полностью потеряют все эти рынки, которые у них были раньше. И альтернативы, по крайней мере в тех объемах, которые у них были раньше, они не найдут. Тем более, если будут внедрены, скажем так, внедрен потолок вот этих цен вообще общемировой, то это еще больше ударит по России, поскольку ранее они могли получать какие-то дивиденды за счет просто вот этих вот прыжков на рынке, того, что нефть очень дорого как бы стоила. Также ЕС объявил о стратегии по сокращению зависимости от российского газа на две трети к 2030 году. План направлен на поиск альтернативных поставок газа из других стран и более экологичных источников энергии. Россия перестала быть надежным поставщиком энергии. Мы подготовились в связи с использованием собственных ресурсов, мы становимся более независимыми от России, а также от решений, которые принимаются где-либо. ЕС прилагает все усилия для поиска новых поставщиков природного газа. А в Польше открыли газопровод Baltic Pipe мощностью 10 миллиардов кубометров в год. Газопровод создает новый маршрут поставок газа из Норвегии на рынки Дании и Польши. Брюссель уже провел переговоры с США, Катаром, Норвегией, Алжиром и Израилем. Азербайджан согласился увеличить объемы поставок на 50%. Газ доставляется по трубопроводу через Турцию и Болгарию. Перенаправить потоки газа и нехти по экспорту Россия может лишь ограниченным. И это автоматически будет означать постепенное сокращение добычи. Это означает, что дотационные регионы станут еще более дотационными. А те регионы, которые раньше еще каким-то образом получали доходы и сидели на этой самой нефтегазовой игле, они этих доходов лишатся. Что же касается Сибири, что же касается всех месторождений, расположенных за Урал, то это означает, что уход нефтяников, уход газодобывающих компаний будет означать те процессы, которые привели к фактически прекращению присутствия человека в целом ряде регионов Сибири, Севера, Дальнего Востока после развала Советского Союза. Санкции разделили экономику РФ на энергетические и неэнергетические секторы. Последняя ощущает санкционные удары уже на протяжении нескольких месяцев. Остановка заводов и фабрик, выход мировых компаний и брендов из разных секторов экономики. Фактически остановка машиностроения и тотальное сокращение авиационных перевозок. Российская война против Украины ускорила масштабные изменения не только на мировых рынках энергоресурсов, но также объединила почти весь цивилизованный мир в борьбе против путинского режима. Россия вновь оказывается на периферии цивилизации. Зависимая экономика России, как преемницы Советской империи на новом этапе, уже в ближайшее время останется без значительной доли нефтедолларов, что может иметь катастрофическое последствие для всей страны. Что касается отдаленной перспективы, то здесь актуально вспомнить опыт недалекого советского прошлого. Не исключено, что мы увидим и Народную Республику Сибири, и Народную Дальневосточную Республику, что, собственно говоря, вполне вероятно в том случае, если уровень жизни граждан именно этих дальних регионов будет постоянно снижаться вследствие введенных экономических санкций, то они начнут задавать, их жители начнут задавать вопросы, а почему, собственно, у нас такие природные ресурсы, и мы от них ничего не получаем? Из-за чего?